Роза Султанова – одна из тех, кому пришлось столкнуться с непростой жизненной ситуацией. Ее сыну Акиму поставили диагноз «аутизм». Долгое время мальчик не разговаривал. Были проблемы со здоровьем, но потом они попали на занятия по ипотерапии. У нас появилась речь, улучшилась осанка, перестал болеть. Как начал посещать проект, заниматься с лошадьми, он перестал бояться их. У нас появился котенок, он уже рисует себя, ассоциирует вместе с котенком. Он уже рисует, как он качается на качелях сам, и рядом котенок у него качается на качелях. То есть это прогресс. Проект «За здоровьем к лошадке» в Уфе существует уже три года. И за это время реабилитацию через общение с лошадьми прошли более 150 человек. Это дети с диагнозом ДЦП, аутизм, задержка психоречивого развития, сахарный диабет и синдром Дауна. По традиции, подвести итоги очередного этапа реализации проекта собрались руководитель фонда «Молодость нации» Римма Баталова, инструкторы-ипотерапевты и родители. У детей улучшилась координация движений, научились удерживать равновесие, как сидя, так и стоя. У детей с тяжелыми формами наблюдалось снижение мышечного тонуса и улучшение разведения спазмированных конечностей. Положительные воздействия на психоэмоциональную сферу этих детей выявилось сразу же практически с первых занятий ипотерапии. Улучшилось настроение, по словам многих родителей, снизилась тревожность и страх, и они стали спать спокойнее по ночам. У детей с аутизмом появляются здесь новые тактильные ощущения, которые при помощи лошади помогают осознать свое тело в пространстве. Езда на лошади помогает в формировании новых адекватных реакций на окружающий мир, особенно для этих детей. У данной группы наблюдается заметное улучшение общего состояния. Проявляется это в увеличении концентрации внимания, усидчивости, в попытках этих детей общаться как со взрослыми, так и со сверстниками. Также, подводя итоги, отметили то, что в этом году к проекту присоединилось большое количество волонтеров. Это студенты различных вузов и просто неравнодушные люди. Вместе с ипотерапевтами они помогали детям проходить реабилитацию. Когда наши дети приходят, и когда они увидят, и когда они улыбаются, и уходят довольны, и приходят, они ждут этого момента, чтобы прийти к нам и вновь ощутить себя вместе, вот знаете, с природой, с животным и с теми людьми, кто с ними занимается. Напомним, что проект «За здоровьем к лошадке» существует на средства президентского гранта. В следующем году представители фонда надеются вновь получить его и продолжить проект. Тем более, что заявка на него уже подана. Также сейчас планируется бросить усилия на привлечение дополнительных средств инвесторов, чтобы как можно больше детей с ограниченными возможностями здоровья смогли пройти реабилитацию в следующем году. Анастасия Худик, Александр Кузнецов, Городской телеканал ЮТВ